привет ребята давно не виделись я немного отдохнул и готов рассказать вам как я забрал свои колонии и в каком состоянии они сейчас находятся а пока я отдыхал канал набрал 20 тысяч подписчиков огромное количество я вам скажу спасибо за такое доверие и поддержку каналу постараюсь и дальше радовать вас новыми выпусками хотя и не обещаю что смогу выпускать их стабильно и часто буду стараться в последнем видео я рассказал что все свои колонии я отдал александру автору канала мурашки выражая ему огромную благодарность за то что несмотря на огромную армию муравьев которые он содержит он взял моих питомцев под опеку ссылка на его канал будет в описании итак перейдем к долгожданным муравьям сегодня они долгожданные не только для вас но и для меня я не видел их уже около шести недель и мне так же как и вам не терпится посмотреть на их состояние и конечно начнем с любимцев всех моих подписчиков и наверное самых популярных муравьев судя по тем видео которые находятся в топе ютюба компонатус филах африканские гиганты вот они перед вами на мой взгляд их стало больше посмотрите какие они стали настырные какие же они большие и красивые если посмотреть на гнездо то муравьи также как и раньше реагируют на свет и убегают на арену и в камере которые находятся с другой стороны формикария филахи распаковали почти все коконы и сейчас у них гора расплода на мой взгляд в колонии стало больше солдат и вообще они стали более любознательные с маткой все отлично колония успела прилично нагадить на арене и в ближайшем выпуске мы займемся уборкой на арене у этой колонии я рад что с колонией все хорошо и она показывает стабильность теперь посмотрим еще на одну очень стабильную и интересную колонию это мир микария перед тем как отдавать колонию я открыл им последнюю камеру которую они освоили буквально за 10 минут количество муравьев увеличилась они слегка успели загадить формикарий судя по всему матка отлично себя чувствует у колонии много расплода мир микария с большим интересом ползает по растениям и наслаждается родным домашним запахом на мусорке приличная такая куча трупов радует то что на численность это никак не повлияло сами видите в колонии полно муравьев все камеры почти забиты и вскоре можно подумать о новом доме для этих муравьев следующие муравьи маленькие но очень интересные это пробковые муравьи как всегда при перемещении формикария эти муравьи жки замирают но потом они отходят удивляет то что эта колония стала более активной на арене постоянно находятся два-три муравьи они активно изучают арену на предмет чего нибудь съестного видимо с дороги разгулялся аппетит если мы посмотрим на гнездо то тут тоже все окей эта колония меня радует все больше и больше посмотрите ей больше года она развивается но вот количество муравьев небольшое численность небольшая у колонии это означает что не надо для них клепать каждую неделю новый формикарий и разрабатывать план по переселению после огненных муравьев мне хочется спокойных медленно развивающихся муравьев матка жива и здорово расплода хватает и вообще численность позволяет спокойно провести зимовку которая не за горами теперь посмотрим на желтых симпатяк лазиус флаус у них жизнь кипит состояние лучше не придумаешь королеве делают массаж остальные муравьи занимаются уходом за своим потомством кроме этого тихони толпами орудуют на арене от первоначальной скромности не осталось и следа единственное что мне не нравится так это то что они продолжают тащить таракана в гнездо а остатки убирать лениться вот это и приводит к появлению клещей ну ничего во время уборки вытащим все остатки вручную и теперь посмотрите на капканов во время исследования арены я заметил остатки умершего муравья этого муравья с жадностью ели мокрички значит были потери тревожные звоночки начались уже давно как вы помните матка перестала нести яйца это несмотря на то что колония хорошо кушала я предпринимал различные попытки поймать то необходимое после чего колония выйдет из ступора но все тщетно давайте поищем матку после осмотра гнезда вердикт 1 матки в колонии больше нет она погибла очень жаль но это жизнь и тут ничего не поделаешь такое бывает очень интересная была колония которая теперь будет постепенно загибаться вынося горы трупов на арену и это все будет происходить на моих глазах я не буду бросать эту колонию а буду продолжать ее кормить и наблюдать за ней бонусом от александра я получил подростков мадагаскарских тараканов подумаю что с ними делать теперь все колонии вернулись так сказать на базу я наконец-то продолжу следить вместе с вами за развитием этих интересных домашних питомцев кстати ребята я давно хочу поменять свой китайский микрофон качество звука вызывает много вопросов мне понравилась модель диктофона или как его еще называют рекодера zoom h1n если вы хотите помочь мне поскорее улучшить звук координаты для донатов в описании к видео на этом ребята у меня все в следующих видео будем наводить порядок у колоний на арене кормить их поить и увлажнять ну а дальше у меня подготовлено для вас много интересных идей для сюжетов подписывайтесь на канал и жмите колокольчик чтобы не пропустить новые выпуски всем спасибо за просмотр и до новых встреч ребята всем пока пока до новых встреч Продолжение следует...